Давайте посмотрим, как Эджи Виталис в своей линии поставит Пока для них последний пик Герой на позицию кэри Может быть, какой-то Сларк залетит Или какой-то Антимаг, несмотря на талант Раскинга На 25 уровне Фантом Ассасин Ну что ж, окей В принципе, выбор неплохой Урона магического тут немного Шоквейв, плюс Фейдболт И очень много физики То есть Раскинг бьет Там Барсасин бьет руками И Фантомка может это как-то Сдерживать Вроде как, Эджи Виталис и любят Использовать Фантом Ассасин Но вот мы Фантом Ассасин С Форсом не любим Как-то вот получилось, что очень Этот герой тонкий, очень легко его убить Но в этой игре, возможно, зайдет Все-таки в этой игре, как минимум Нет Какой-то откровенно сильно маги Вичи Гейминг, который может Фантомку испопелять Типа Инвокера, Циполина и всего этого В этом роде С другой стороны Такой вот Раскинг, он может купить Бладмейл И скорее всего купит Ты покупаешь Бладмейл И ты просто какое-то время в файте Понимаешь, что тебя Фантомка Фокусить не будет Ну и разумеется, в будущем Там Барсасин купит себе Блаторн И Фантомке нужно будет задуматься О Манта Стайл, либо о БКБ Ну это, конечно, ближе к мид-лайтгейму И разумеется, Фантомка будет БКБ Ори будет с Блаторном Но это все попозже Ждем пока Команды распикают персонажей И начнем смотреть За Дотой Параллельно идет матч Ньюби Вич Гейминг Потеншал Ну а после этого матча Мы ждем Игру Вич Гейминг Джей Лжди Фороа Янг Параллельно же будут идти Лжди и Хомкин Да Идут игры параллельно На канале Дота 2 Рухап И Дота 2 Рухап 2 Поэтому Доты будет много Ближайшие 8-9 дней Готовьтесь к Атаке Дота игр Потому что Дота будут Практически в любое время суток Если вы зайдете на канал Рухап И вы найдете Качественную Доту Лучшие команды Своих регионов Будут принимать участие Ну не считая конечно команд Которые получили прямой инвайт Давненько не комментировал Китай Надеюсь что сегодня будут без лагов Посмотрим Начинается игра Рикемару уже Пошел Расставлять варды Вот этот Аегис он означает то что Эйми нафармил Уровень 1000 Как я понимаю Вроде как да То есть то что у него теперь Должен быть Свой маленький Аегис Если не будет Друг Большого Интересно Хотя наверное да Вот этот Аегис Он как-то уже Начинает Немножко влезать В процесс игры Это уже слишком Как вы думаете Этот Аегис Ну ладно Окей возможно это я так думаю только Очень приятен Рикемару Как герой Расставляющий варды Трудно его найти Варду он ставит Без Палива Кстати Нападение на варлока Телекинез В Red King дают так же стан И варлок погибает Надо ФБ оставить Для Red King Но Рикемару Делает ФБ Все таки Ну ладно Как-то очень легко Пришли ребята Далее два стана Рикемару Дал удар Замядил Варлока Чтоб он уже точно не ушел И ФБ для Команды К сожалению Пока у нас нет билета Поэтому Не все еще Прогружено Непонятно Изначально кто где Но Я могу сказать что Вот это IG Vitality А вот это Команда Вич Гейминг Так что Теперь будьте в курсе Так я хоть рамку убрал Да Все окей А то знаете В 7 утра Возможно все Заблочен спаун Маленький У команды Вич Гейминг Тут Докфайт постарался И Докфайт Не дает никаких шансов Ставят ребята сентри Здесь ничего они не находят И пока получается так Что Рубик Один на легкой линии В Рескинг пошел на базу Делал телепорт На топ Все таки мана очень мало Даже один стан Который использовал В Рескинг Это уже Серьезная потеря Так давно не комментировал Китай И вот теперь начинаю вспоминать Почему я его не люблю Потому что конечно Временами Первый форолд Начинает нереально лагать Надеюсь что На этой карте Такого особо не будет Внизу Акс против Триплы Как оказывается Надо как-то немножко Свапнуться линьми Но пока видим попытку Убить Акса Акс еле живой Висит на нем Шадоу Ворд И шокуэйвом Добивает Янг Своего оппонента Это уже 2-0 И после этого Магнус может делать Телепорт на топ Пока Трубик Экспится Берет почти себе Уровень 2 Но Магнус Потихонечку Отходит назад А ну будет Шрайан Окей Рескинг без маны Магнус сейчас Восполнит свою ману И полетит Может уже сразу Делать телепорт Мамент Шрайана Да вот что В общем-то Янг делает И Ману восполняет И из телепорта Очень грамотно На тренд конечно С первой невидимостью Очень трудно Передвигаться в лесу Но пока справляется Докфайт Удар по Рубику Забирает Докфайт руну Можно еще и тачковаться С этим Рубиком Почему бы нет Все-таки Рубику урон Намного меньше Чем у тренд протектора Тем более С Рубов Веном Докфайт С 91 урон Это прекрасно Понимает Рубик Что идти И размениваться По здоровью Не вариант На центре У нас стоит Фантомка Не Фантомка Извиняюсь Конечно Лина Против Темплар Оссасин Пока Ребята Стоят Равна Крипстата Одинаковые Но потенциально Конечно Тамплар Оссасин Сильнее Рефракшн Плюс Псайблайтс И Лина тебя Харасить не может А вот ты ее можешь Харасить очень сильно Выход на центр От Рекимару Есть уровень 2 Пока не качает Ни тучку Ни блинк страйк Но Что понадобится То и возьмет Мне нравится больше тучка Замедлить Там та успеет подойти Не хватает Единственное Каких-то Каких-то трэпов Но Пока только уровень 3 Рановато я Говорю Ультимейте Выход на центр От Рубика Но вот с Телекинезом Это легко Все Лина уже погибла Телекинез Есть конечно стан Но тут тучка И Погибает Лина Рубик Не прощает Использует фейтболты Это уже 3-0 В пользу команды Вич Гейминг Напомню Что команда Айджи Виталити На Киев Мейджер Заняла Последнее место Но там был соперник Непростой На первом раунде Это были Виртуз Про Айджи Виталити Неплохо Боролись Делали свой максимум Но Заняли только 16 место В общем Как и на Бостоне Ситуация повторилась На Бостоне И на Киеве Точнее в Киеве Выход на Акса Эмми Есть тучка С телекенесс Немножко возможности Они по таймингу Но Откидывают Очень Рубик Удачно Своего оппонента Снова приходится Идти по тучке Аксу Это уже 4-0 В пользу Вич Гейминг Пока очень легко Хотя по крипстатам Конечно мы видим Что пока вроде И Акса Лина И Фантомка Так или иначе Находятся на верхнем позиции Хоть и разница Не велика Но она есть Хотя тот же Врест Кинг Просел серьезно Врест Кинга Всего 13 Но Фантомке Уже 2-4 Ну это Акс Акс стоит Конечно Она напрягает Врест Кинга Как ни крути Райс Кинг Играет без Мидаса Мы видим Что вроде как Собирается купить ПТ Хотя нынче На таких кэрри Как и Лавстилер И Райс Кинг Мидаса покупать То что любит Но могут Могут Довольно часто Магнус Половинка 5 уровня есть Гянг Не Таранталона Но Можно фармить Лесанты Клинч Все равно Даже с первым Пауэром И с обычным топориком На Рубик Ждет момент Дабы сделать Отвод Рубик 1-1 Стоит С Сакатой С Сакат убросили Все понимают Что помощь ему не нужна И нужно это понимать Вечер Гейминг Что сейчас будут Скорее всего Ганга идти Тут уже Догфайт Эйми продолжает Расставлять варды И возможно Даже этот вард Смогут в будущем Задевардить Да-да-да Должны И вот он Выход от Догфайт А выходит Сюда еще и Янг Янга Сквир в 1 Шоквейб 2 РП пока Разумеется Нет А в раскинку Летает на топ В раскинку Все-таки Не надо фармить А не стоять И получать опыт Поэтому Снова С воплениями Происходит А Магн Здесь как-то Уже потерпит Янг Думаю Справится С этой задачей Выход На Магнуса Агр есть Очень много крипов Какое же количество Контр-Хеликса На Сквире пытался Уйти, конечно, Магнус Но С таким количеством Крипов Делать это нереально В итоге Акс получает И убийство Сейчас зафармят Тут еще Трех Очень приятных Больших крипов Но вот Правда На центре Погибает Снова Лина Эйми уходит Телепортом Домой Его Никак не Сбить 1-5 Пока все еще В пользу Вичу Гейминг Но смогли Хотя бы Хоть как-то И Джи Виталий Ответить Тем более На убийство Магнуса Неплохо Скоро Герой Командующий Гейминг На центре Играет Очень Агрессивные Рубик Плюс Рики И пока Эти саппорты Действуют Идеально Может быть У Рескинга Какие-то Проблемы С Крипстатом Были Но уже Рескинг Восстанавливает Себя Саппорты Ему Не нужны Рескинг Получает Столько Опыта Сколько Ему Нужно У него Уже Есть Ультимейт Мы Видим Нередко Когда Рескинг Не прокачивает Уровень 6 Он Оставляет В наличии Плюсик И Если Нужно То Берет Если Нужно То Не Берет В зависимости От Ситуации Здесь Мы Видим Что Рескинг Не думал И решил Что Пусть Будет Ультимейт Лишним Не бывает Никогда Ну Разумеется Ситуация Где Рескинга Кажется Без Мана Я Здесь Не Вижу Нет Инолокера Нет Героя Возможность Выжигать Ману Решили Просто Даже С этим Не париться Айджи Виталис Возможно И правильно Сделали Потому Что Рано Или Поздно Рескинг Доходит До 25 25 И Все По Кайфу Рикки Возможно Сейчас Попытается Подрезать Курьера На обратном Пути Он уже Точно Будет Без Ускорения И Можно Будет Пытаться Прыгнуть После Двух Ударов Например Смотрим Удар Раз Нет Не Получилось И тут Уже Выход От Рескинга Рубика Это Посерьезнее Будет Все-таки У Рескинга Есть Криты В 2 Даже В 3 Прокаченный А стан В 2 Интересный Вид Прокачки Кстати Говоря Что Криты В 3 А стан Только В 2 РП В итоге Есть По Фантом Ассасин Будут Еще Стан И Тут Конечно Ноль Шансов Для Сокаты 1-7 В пользу Команда Вичи Гейминг Зглянем на Нетворсы Пока Вся надежда Дет на Акс У Аксу Все очень круто Но Акс Вышел Не в быстрый Блинк А в быстрый Вангуар И До блинка Еще Чуть больше Тысячи Золота Надо Этот блин Где-то Достать С блиндайгером Возможно Будет Возвращение На эту Карту Можно Будет Как-то Начинать Своё Инициирование Через Акса Плюс Лину Например Плюс Голем Но Пока Нужно Терпеть Ну Росткингу Фармить С помощью Эмпауэра Одно удовольствие Когда у тебя Еще и криты Когда у тебя Еще и вампиризм Ты стоишь И даже Энштаб Можешь фармить Без Особых Проблем А скоро Появится Армлет Так Вовсе Будет Идеальный Набор Рескинга Для того Чтобы Идти Фармить Ну Еще и Попутно Убивать Рубик Забирает Невидимость Все Это правда Прекрасно Видел Транпротектор Поэтому Особо Это невидимость Свою Никак Не используешь Учитывая Тем более Что Тут еще Стоит В центре На центре От Лины И надо Быть Рубику Поаккуратнее Да Рубик Все понял Что Стоит В центре Лучше Не лезть А Рики Воруют Опыт У Рики Почти Есть Уровень 6 Не могу Сказать Что Это Какой-то Масхев Прямо И тут Выход От Команды Айджи Виталит Даст Рики Мару Просветили Нужно Прыгать На Рубика Прыжок Есть Полетел Конечно Даггер Но Рики Мару Далеко Хотя Иду дальше Ребята И надо Этим Пользоваться Полетел Голем Рики Мару Успевать Ультимейт И просто Уходят В него Начинают Пробивать Сакату Рядом Наход Се Ори Все Это Еще Может Быть И под Шрайном Что Так Можно Убить Как минимум Варлока Но Это Конечно Будет Мало Варлок Погибает Но Этого Реально Мало Янг Идет Дальше На Скювере Пытается Прийти На Скювере Только В 1 РП Дать Толком Не Получится Рубик Ворует Стана Улина И Все Таки На этом Все В итоге 1 в 1 Курьер Дайров Еще погибает От Рук Док Файта Как же Все Плохо Вышло Для Команды Вич Гейминг В этой Драке Байбэк Размен Саппорта На Саппорта Потеряли Курьера Взглядим Файт Рекап И Конечно Вич Гейминг Будет В минусе Очень много Потерял Рубик В этом Моменте У него Были Арканы Практически Готовы А теперь У него Только Четыре Сотни Золота Появляются Потихонечку Первые таланты У Роскинга Это Дополнительный урон Вместо Интеллекта В принципе Нужда В интеллекте Здесь Отсутствует Имеется Как минимум Один герой С арканы Потенциальными Даже два Поэтому Маны Здесь Будут хватать Опять же Героя Которого Жигает Мана Нет Поэтому Дополнительный Интеллект Особо И не нужен На самом деле Можно и без него Вполне обойтись Важный момент Для команды Вичи Гейминг Им нужно Как можно Быстрее Досадить Брэнгнагер На магрос И тогда Можем Будут пытаться Полноценный Тифдрак Вот этого Блиндаггера Явно не хватало В прошлой драке Не мог Магрос Ворваться Качественно Постоянно Ему Не давали Возможность Прийти в центр Драки Все таки Скювер в один Сам ты Не зайдешь В эту драку Никаким образом Ждет Ждет Был плюс один Можно было Попытаться Эту лину Убить Там был Рассасин Который Кстати говоря 2700 Денег И уже Возможно Ори думает Может быть Не блин Который Дезолятор Купит себя Дезолятор Это смотрится Очень круто Быстро Именно Такой К минуте 15 Взять Ну а Стаката Согласен Со мной У нее Уже Есть Половинка Дезолятора Ну а Ори Все таки Покупает Себе Блинк Курьера Правда Нет Может быть Сейчас Выложат На базе Например Магнус Магнус Возьмет Ну вот Все Грамотно Выложат Где-то здесь И ребята Подберут Надо драться Аккуратно Все таки Магнус С Блинкдагером Это возможно Будет Идеальная Драка Для Бичи Гейминга Рикки За спиной Будет стоять Какую-то Тучку Закинет Какую-то Информацию Даст Уже Выходит Магнус Магнус Прыжок РП В итоге По 2 И врывается Акс Отличный Контрврыв Но это Минус Варлок Варлок Голема Не даст Проблемы Также у Саката Саката Еле живой Но живой Отсюда Уходит Янг Также Отходит Назад Целекинез На Лину Лину Убили В секунду Все для Саката Саката Взрывается Ловушка Врывается Дальше Ори Докфайт В невидимости Есть Даст Но его Найти Все равно Не могут Пойдут ли Давить дальше Вот прям За Тавр Эти Наверное Опасно Все-таки Варлок Уже жив И вот так Вот идти Это может Привести К тому Что ребята Начнут Откровенно Фитить Один за одним Докфайт Станп Раскингу Прыгает Фантомка Есть Агар В Раскингу Быстро Не убить У него еще Армлет Успеет ли его Нажать Не успел В Раскингу Убили Рикимару Здесь Рикимару Есть Тучка Тучку Нужно дать Тучка Полетела По тренту По голему Этого мало Ори близко Будет вырываться Пока даст И врывается Акс Попытка моментально Убить Рикимару Рикимару Успеет ли нажать Ультимат Не успел Целекина На Сакату И Все-таки Фит Все-таки Фит Происходит В Раскинг Опасно Очень В Раскинга Могу Диздавить Шок Вэв По тук Файт Просто идет Вот так Еще один Удар Еще один Баш Заката Вместе С Саксом Прыжок Есть Агар И в Раскинг Тоже погибнуть Да Крит И Раскинг Погибает Это 4-10 И это Отличная Драка Для Команды Айджи Виталити Вот собственно О чем и говорилось Что в один момент Нужно было просто уйти Когда уже был жив Варлок Но ребята Остались И За это Были наказаны Запись ли это Спрашивает у нас Человек в чате Да Это Друг Запись Денает башню Рикимара на центре Хоть что-то Но вот То преимущество Которое было У команды Вичи Гейминг Оно было минимальное А теперь его Нет Только 400 золота Сам Команды Дайер Бластом появляется Улины Уровень 12 Ждем талант еще На возрождение В идеале Ну и Моментально После Бладстоуна Ребята Используют Сноук Надо Бладстоун Пополнять Зарядами 10 акс Который пока Делает колоссальную Работу по карте Могу купить Бладмейл В идеале И все Тогда уж точно Будет он Нереально опасен Рубика Пока не видят Рубика Замятили Он так стоит В очень Неприятной Позиции На карте Мало Кого Видно И непонятно Есть ли Туда смысл Врываться Учитывая Что Там может быть Еще два героя На карте Но Окей Врыв от акса Агр есть Рики Несс Но агр мимо Агр мишка Не попал Акс В итоге Агр в ответ От Рубика Здесь уже Рикимару Рикимару Имеется тучка Имеется Ультимейт Акса Пытается наказать Есть ловушка Прыгает Дальше Там Парсасина Рики РП По двоим От Магнуса Нужна помощь Хоть какая-то Но в итоге Скюер Отворотительный Убивает Варлок И пытается Отсюда уйти Лина Лину было бы Очень круто Убить Все-таки Только-только Она получила Бладстоун И Видимо Только сейчас Ее и потеряет Телекинез Да Теряет Бладстоун Не делает Суицид Там Телекинез И Рескинг Не простил Своей критической Ну и Это Минус Три Это Т4-13 В общем Начинает Быстро Падать Решан Есть здесь Уже Лина Но не так Собез Акса Это все Бесполезно И снова Неужели Лина Погибнет Ультимата Трента Есть Неплохо Лагуну Блэйд Стан Рескинг Возможно Погибнет Рескинг Играет Армлетом Рескинг Живет Живет Рескинг Армлет снова Подключается Соката Пытается Пробиться Соката Погибает Погибает Лина Только было 12 рядов Теперь только 5 И Вот так Вот нельзя делать Это Критические ошибки Одна за одной Есть тут Конечно Варлок Есть у него Голем Но его давать Это Бесполезно Хотя Врывается Акс Успеет Ли Нет Не успевает Хотя Пошел Голем Рескинг Возможно Погибнет Рескинг Погибает Но и Погибнется Макс Должен По крайней мере Погибнуть Если Нормор Но идет Эми Идет Рубик Телекинез Врывается Рикимаруш Квейв Стучка Убили Варлока Но сам Рескинг Пожадничал Он не должен был Там стоять Он должен был Стоять Где-то в стране Либо просто Оттуда уйти Максимум Давать Свою ауру Вампиризма И не более того Аура Вампиризма Достаточно По расстоянию Прилично И может стоять Где-то Вот тут Здесь Ты стоишь Ауру Даешь А Рескинг Подошел Вот сюда А вот он Файт Рекап Но он не полный В целом Только-только Было преимущество Вичи Гейминг 300 золота Теперь Теперь это 4000 золота Как все меняется Да быстро Мгновение Темплар Ассасин Блинк Дезолятор У Соката Только лишь Дезолятор Рескинг Играет без Блодмейла Я удивлен Честно говоря Думал что Рескинг Будет с Блодмейлом Блинкдайгером Арамлетом Но Решил после Блинкдайгера Фармить себе БКБ Как же больно Бьет Темплар Ассасин По этой башне Когда нет Ленар Мора Пытались найти Лину Немного не хватило Могли бы точно Сейчас Отправить Лину В Таверну Уже практически Без зарядов Бладстоуна И падает Этва башня внизу Ооо Команда Айджи Виталити Такой вот Размен Своеобразный Пытаться сделать Айджи Но Саката бьет Не так быстро Как это делают Темплар Ассасин Плюс Рескинг В идеале Конечно могли бы Делать ребята Телепорты Пойти на топ Подефить Но Пока не спешат Пока есть выход Исключительно Без смоков Вперед На центр Но Айджи Виталити Все равно Действует Очень аккуратно Могли бы вроде Забрать А2 Но Испугались Айджи Испугались Выхода Магнуса Выхода Томплар Ассасина Рескингу Рескингу Уже есть рекорнация Прокачивание В 2 Момент Очень важный Все-таки Кулдаун снижается Серьезно На 140 секунд На центре Выход Докфайт Отличная Тучка Есть Докфайт Не может нажать Ультимейт Как минимум В итоге Башня падает Ори отсюда Уйдет Тем более Ори еще имеется Айс Я совсем про это забыл Убивать его Не тратить на него Там все способности Это глупо Теперь 2 игрока Имеет Вторую жизнь Это и Рескинг Это и Темплар Ассасин Рубик Появляется гем Ранний гем Но учитывая Наличие Тренд протектора Гем ранним Не бывает В общем Как и утро Добрым не бывает Ну знаете На киевском Мейджоре Утро Начиналось У нас С форсом С нага Сиреной От команды УДжи И не только И тогда Тогда и правда Ты понимал Что Да Вот он Вот он Момент успеха Здесь же вроде как Активная дота Акс против Магнуса Это уже как минимум Героя которые убивают То же самое касается И Фантомки И Рескинга Поэтому Спасибо командам Что хоть Герои активные И у нас реально Интересная пока игра Выход в смоках Магнус Получает агр Рядом есть Варлок Закидывает отличный голем По троим РП Дать Магнус не может РП нет В Рескинг теряет свою рекорнацию Акс уже делает Два убийства Выкупается Магнус Надо сюда лететь Погибает Рэнд Погибает Акс Погибает также И Варлок Это уже минус 3 Ну и погибнет и голем Может быть Магнус Поспышал с выкупом Он здесь не потребовался Не выкуп не сам Магнус Вот он Пайтрекап Сглянем Что тут вообще такое Ну Магнус Магнус в потере Почти Косарь улетел В мгновение С другой стороны Можно пойти после Т2 И на Т3 Есть Аегис Рекорнация будет через 100 секунд Чуть больше Может быть как-то Кого-то Магнус Притащит на Скювере Дастер РП как вариант Ту же самую Лину У Лины талант На 50 к урону Возрождаться будет Лина долго И вот он врыв РП Скювер Притащили Сакату Фейтбол Тучка Есть Танат Лины Пока Сакату убить не могут Саката Саката Подвивно армором Саката еще использует Истики Саката живет Но погибает Лина У Лины Дастер Рекки просветили Рекки Рекки убили О Смотрю Проснулся Форс Написал Что Будильник Не прозвенел Ну вы знаете эти истории Да Будильник Не прозвенел Собака там съела Дневник И все в этом роде Ту не ядец Одним словом Ну на второй карте В общем Никита уже будет На связи Я надеюсь А пока я один Сольный концерт Даю вам Все таки Апицентр начинается До Мейн Эмента Не так много остается Буквально месяц Будем надеяться Что это будет Снова Шикарный турнир Это будет Большая арена Это уже Не Крокос Холл И уже Учитывая Какие команды Приглашены Ты понимаешь Что это будет Нереально Злые гинии БП ООГ Ликвид Айджи Уже с этими командами Можно делать Просто невероятный турнир Но еще разумеется По пару команд Из Каждого региона По одной Если быть точнее И вот он Появляется Весьма тайминговый Медас У Варлока На 25 Но знаете Лучше так Чем никогда Тем более 25 минута Это не так уж и поздно Мы видели И на 40 И на 35 По разному бывает Можно сказать Есть медасик И денежки Потихонечку будут тикать Все-таки Талант Плюс медас Талант на опыт Я имею ввиду Это сильно Фантомка БКБ Дозолятор Выход в бабочку Вот это вот Интересно очень Нет Бабочки быть не может Убирай Убирай Вот этот Кюгвайс Да Молодец Молодчинка Вот Эбисол Намного Интереснее Смотрится Против Всего Да и В общем Для самой Фантомки Как минимум Там Вангвард Если он Себя Неплохо Так уплотнит По здоровью Ведут Ребята Из Вичи Гейминг 5800 Возможно Кто-то не знает Но теперь В доте Такой вот Есть Прекрасный Показатель Преимущество Общей ценности Называется И теперь Можно графики По кулдауну Не открывать А просто Смотреть за дотой Лежа на диване Буквально Для комментаторов Возможно Это вообще Лучший патч Который выходил За последние 500 миллионов лет Падает Первая башня По верхней Линии И Вичи Гейминг Пойду дальше У Роскинга И вот Сейчас Главный Момент Это Что появилась Рекорнация В 3 Это очень важно Рекорнацию Давненько Улучшили В плане Кулдауна Была минута Стала 40 секунд На последнем уровне Прокачки Это момент Нереально важный Потому что 60 секунд Это было Многовато 40 секунд Это практически Гарантированно 2 ультимейта За драку Ну Чуть в какие драки Долгие Нынче Это будут По минуте По две То 40 секунд Это точно Залог успеха Очень быстро Рошан Уже даже Не пытались Никак Боебать На нем Айджи Виталити Да В этом моменте И правда На центре Тут не только Стики Фантомка Спасли Но и разумеется Бладстоун Бладстоун Имеет Довольно Серьезный эффект По лечению Я как-то думал Что саппорты Могут покупать Себе Бладстоуны И Специально Его нажимать В драке Это дополнительная Мека Мека Бладстоун Ты красавчик Все таки Там Останут 500 Здоровья Это очень много Выходит Команда Вичи Гейминг Рекарнация Правда Все еще в 2 Не хватает Немного опыта Врывается В Рескинг Трэд протектора В Рескинг Прекрасно видят Все таки Имеется гем Но Докфайти Пока догнать Не могут Ловушка мимо Докфайти Отсюда убегает Далеко В Рескинг Прыгать Уже не пойдет О, на топе Нижней Нижней Лина Рецепт На линкен сферу Уже готов Ну и до линкен сферы Остается не так уж Много времени Линкен сфера Здесь нужна Против вот этого Неожиданного Инициирования Рейс Кинга Рубика Ну а в целом Не могу сказать Что это какой-то Прям супер полезный Артефакт Может быть Какой-то Юл Можно было бы купить Хотя Юл Такое себе Там Есть Кто над этим Юлом Будет работать То есть От арпета Не спасаешь себя Так или иначе От ударов Темплара Сасси На себя не спасаешь Ну Рескинг Врваться теперь моментально И сбивать Линкен сферу Ему придется Именно с таном Да Этот момент есть Ну у нас на карте Небольшое затишье Ничего не происходит Особо Но потихонечку Вичи Гейминг Понимает Что нужно давить Вичи Гейминг Сейчас сильнее Все-таки В Рескинг Плюс Агнус Плюс Тамплар Сасси Она очень сильная Такая вот Трипла Гора героев И нужно это использовать Давит ребята Последнюю внешнюю башню Ну и снова Никакой защиты Все-таки Все-таки Аегис Рекарнация Уже в 3 Ну вот И можно Можно давить дальше Я не знаю почему Не хотят Эти Вичи Гейминг Возможно Аегис Вот пропадет В этом причина Могли немножко прогуляться Там скоро будут Два манки Кинбара То есть Ори даже решил Не покупать себе Блаторн Что нередко Используется на ТА А просто взять МКБ Два МКБ Это равно ГГ Вот такая вот От меня Небольшая Рифма Алина Линкенсферу сбили Ну вот Линкенсфера Не совсем я понимаю Пока Идея Линкенсфера Есть Диффуза Как минимум Которые также будут Эту Линкенсферу Активно сбивать Алины Кстати говоря Не будет 50 секунд И Крипы уже здесь И можно заходить Как здесь Почти здесь Все спортсмены На месте Расставляет Тамблорсасин Довольно агрессивные Ловушки Ну а Джи Виталити Остается только ждать Других вариантов У них В общем-то и нет Отличная тучка Под Аксом Дабы он не мог ворваться Тучка сейчас закончится Нужно к этому быть готовым Глиф используется Вичи Гейминг Просто Все равно Есть глиф Нет глифа Они бьют дальше Еще одна тучка Чтобы снова Акс не мог Ворваться И Т3 Башня пола Моментальные Блинкауты Все залагало Ну в общем Вичи Гейминг Просто ушли Очень аккуратно Они играют Не хотят рисковать Т3 разбили Пропадает Аигис Можно разбить Шрайна И отойти назад Там уже и ДМКБ Рукой подать Что в Рейс Кингу Что та Та уже с МКБ В Рейс Кинг С МКБ будет буквально Через минуту Смоук от команды Айджи Виталити Смоук Которым может закончиться В самом деле Проигрышем Айджи Виталити Учитывая Насколько Сейчас сильный Вичи Гейминг Они сами Спроизводят Смоук Есть РП Есть два Манки Кинбара Но будет тяжко Будет очень трудно Сейчас Айджи Виталити Что-либо сделать Пока вот Она Лейна Врывается В Рейс Кинг Лейкен Сфера Сбил Лейкен Сфера Сработал Врывается Саката На Рейс Кинг В Рейс Кинг Нажимает БКБ Так файта Убили Врывается Акс Агар В никуда РП Магнус Пока не дает Ждет момент РП В итоге по Аксу Аксу после Блодмейла Его можно спокойно убивать Аксу убили Это уже минус 3 Остается Саката Один Саката Саката Погибает Также все-таки Там есть Манки Кимбар У Темплара Ассасин Это минус 4 И это Минус 5 В общем О чем собственно И Говорилось буквально Минуту назад Что сейчас ребята Из IG Виталити Могут проиграть Все Это в Рейс Кинг Был без Манки Кимбар Он только-только Летит к нему Но Темплар Ассасин Была Заряженная И Темплар Ассасин Исполнила Все как надо В общем По-моему это конец Конечно есть Голем Есть Акс Но Алина Нет 40 секунд Фантомки нет 25 секунд Сейчас очень сильны Ребята из команды Вичи Гейминг Два Манки Кимбара Все еще имеется рекорнация Правда БКБ в кулдауну Но это не так страшно Заходят На бараке Ори И начинают Активно разрушать Вот и Страна Пала Берет себе Рубик Дополнительное здоровье Блинк Дайгер Арканы Уровень 15 Ну вот она снова Фантомка Фантомки теперь Не так много толку То есть даже Если ты врываешься В какого-то Райс Кинга Нет гарантии Что ты его убьешь У Райс Кинга 3000 хп С включенным Армлетом И как-то быстро Убить его не выйдет Может быть Рубик А может быть Рикки Мару Это не факт Рубик тебе может дать Телекинез Тебе нужно использовать БКБ Рикки Мару может Просто уйти в ультимейт И там тебе уже Ничего не спасет Магнус Рефрешер За счет Гвардиан Грифс Маны будет хватать Но впритык Прям впритык Надо будет Чтобы была фулл мана И Чтобы ты еще был С Гвардиан Грифс Еул у Рубика Ну и вот Теперь все Теперь Фантомка Не понимает Что ей делать Она врывается В Рикки Он уходит в ультимейт Врываешься в Рубик Он уходит в Юл Делает блинкаут Что делать? Только Бэби Рейдж Других вариантов нет Очень трудно Но надежда возможно на Акса Как-то Акс ворвется Как-то под сета залезет Голем Как-то Тренд поставит Ультимейт Как-то Фантомке Пару раз повезет Раз 6 подряд Или 10 с критом И тогда Может быть И Возможен камбэк Других вариантов нет Магнус Есть 2 РП Появляется Рошан Рошан сырный Аегис плюс сыр У Рошана уровень 30 Это очень важный момент Нужно его было Обязательно Указать Ну разумеется Я шучу Ну что ж Аегис для Тамбарасасин Сыр для Магнуса Теперь проблем с РП Вторым точно не будет Маны Будет хватать 100% Если Янг этого захочет По топу Очень много крипов идет По центру Также линия пропушена И Еще гейминг По мне пора заходить По мне так Самое время Вард моментально Разрушили Вард такой Достаточно Типичные Такие вот заходы На хайграунд Рикимару Блинк Страйк Назад Как же аккуратно Играют Вичи Гейминг Это просто ужас какой Это излишне Аккуратно У них вроде все есть Абсолютно У них Драка сильнее Как ни крути Все таки Магнус Плюс Рикимару Плюс Рейс Кинг С двумя жизнями То же самое касается И Темпларасасина Возможно Хотя дождаться Бабочку Уори Чтобы наверняка Темпларасасин Была просто Бессмертной Все таки БКБ Плюс бабочка Какого-то Сатаника Еще не хватало И все И просто Такую Темпларасасин Не убить Фантомка Откровенно говоря Мало артефактов Амеет Башер БКБ Дезолятор Этого Мало Не хватает И Керасы Плюс еще там Какого-то МКБ Чтоб уже было В наличии Этого нет Давайте посмотрим Статуи Какие тут есть Статуи Интересные Ребят Спойлер Никаких Все скучно Ну кроме Супера Супера Крутая статуя С крутой Надписью Все-таки Понемногу Идут Вичи Гейминг Ори Начинает Пробивать Есть Врыв На Акса Тренд протектор Дает Ультимейт Лина Стан По Рескингу РП от Магуса Хорошая Скювер По трайям По итогу И начинает Ори бить Еще одно РП Это моментально Минус 3 Идеальная комбинация Идеальное исполнение Идеальное Окончание Первой карты Гуд гейм 1-0 В пользу Команды Бич Гейминг Очень легко Очень просто Так Что это можно Отключить Как-то Нет Без Каких Либо Шансов Для IG Виталити Идеальный пик Магнус Рикимару Получите И распишитесь Фантомка Лина К этому Не были готовы Напомню Что формат Всех игр На эпицентре Бо 3 Так что Нас ждет Вторая Возможная Третья карта Но пока Я ухожу На небольшую паузу Пойду искать Форса И мы уже вместе с ним Вернемся на Следующую карту Возьмите чай Возьмите кофе Всем еще раз Доброе утро Ну и Вернусь Вместе с Форсом Как только начнется Следующая карта Далеко не Уходите Ну разумеется Немного рекламы Возьмите кофе Возьмите кофе Возьмите кофе Возьмите кофе Возьмите кофе